Как подобные теракты могли произойти? Почему спецслужбы не предотвратили? Кто за всем этим стоит? Вопросов все больше. Тему продолжит Евгений Завадский. Многие очевидцы говорят, к тому, что произошло, французские силовики явно были не готовы. И это при том, что действия на случай захвата заложников в Париже отрабатывались не один год. Полицейские, которые находились рядом, были в шоке. Вокруг было просто море крови. Это ужасная страна, и полиция беспомощна. Она все делает не так. Один из взрывов по замыслу террористов должен был произойти прямо на арене Стат-де-Франц. Своему подельнику боевики купили билет на футбол. Игра шла уже 15 минут, когда террорист попытался проникнуть на стадион. Охрана при досмотре обнаружила на нем поезд со взрывчаткой. Пытаясь сбежать от охранников, террорист взорвал устройство. У Стат-де-Франц действовала одна из трех групп террористов. Предположительно, они проверяли охрану. В пятницу утром приходили сообщения о бомбе на трибунах, которые оказались ложными. Вторая группа расстреливала посетителей кафе и прохожих на улицах 10 и 11 округов. А третья главной мишенью выбрала концертный зал Батаклан. Официально установлена личность одного боевика. Это гражданин Франции, Исмаил Амар Мастефа. Его отца и брата уже арестовали и допрашивают следователи. А в их домах идут обыски. Он родился 21 ноября 1985 года на южной окраине Парижа. Восемь раз его судили за хулиганство. В 2010-м полиция внесла его в черный список за экстремистское поведение. Но к незаконным группировкам его никогда не причисляли. Французские СМИ называют имя второго террориста. Это некто Абдул Акбаке Бе. Кто он и где проживал, им неизвестно. А вот сербские журналисты утверждают, что один из экстремистов, гражданин Сирии, Ахмед Алмахамед, недавно попал в западную Европу из Греции транзитом через их страну. Сейчас уцелевшие террористы и их сообщники в бегах. С места на место перебираются, меняя автомобили. Утром 14 ноября одного из нападавших зафиксировали на французско-бельгийской границе. Он был за рулем автомобиля. С ним были два пассажира. Оба зарегистрированы в Брюсселе. В Бельгии этой ночью прошли рейды. Там, по подозрению в экстремизме, задержаны три человека. Всего же по делу о терактах в Париже арестовано уже шестеро. После атаки на редакцию Шарли Евдо французское правительство распорядилось провести реформу спецслужб. Но завершить ее не успели. Новые антитеррористические меры должны были увеличить объем слежки за подозрительными личностями. Но эксперты ставят под сомнение их эффективность. Без реорганизации системы в целом поток информации не был должным образом проанализирован и оценен. Исполнители последних атак были спецслужбам известны. Но остановить их все равно не удалось. Разведанными с Парижем сейчас делится Израиль. Во Францию также вылетела группа агентов ФБР. А французские эксперты сейчас собирают и исследуют образцы ДНК уничтоженных террористов. По словам криминалистов, двум из них было 15 и 18 лет. Евгений Завадский, Анна Шаргатова, Первый канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!